В новый год с новыми ценами, решили маркетологи Ульяновского автозавода. Так что внедорожники Patriot и пикап 23-го года выпуска обойдутся покупателям на 30 тысяч рублей дороже прошлогодних. Кроме того, обе модели отныне доступны в единственной упрощённой версии Base eCar. Выбрать коробку передач или набор оснащения больше нельзя, а покупателю теперь предлагаются исключительно пакетные опции. Фанаты Patriot и пикапа могут разве что заказать нужный экостандарт – Евро-2 или Евро-5. Притом более грязный выхлоп позволит сэкономить 20 тысяч рублей. Неэкологичный Patriot отныне стоит от 1 миллиона 530 тысяч. Антиблокировочной системы и подушек безопасности для внедорожников Ульяновского автозавода больше не предлагают. Список опций выглядит странно. При желании иметь штатную мультимедиа и подогрев сидений нужно заказывать пакет аж за 250 тысяч рублей. Впрочем, в этот комплект также входит множество другого оборудования вроде окрашенных дверных ручек и тому подобных украшательств. На те же 30 тысяч рублей подорожал и заслуженный УАЗ Хантер. Притом разница между двумя моделями теперь совсем невелика – за ветерана просят 1 миллион 390 тысяч рублей. И это с мотором уровня Евро-0 и в бедной версии Classic Fleet. Между тем УАЗ продолжит выпускать модели классических семейств Буханка и Хантер. Эти машины останутся на заводском конвейере, пока есть спрос. Такое заявление газете «Коммерсант» сделал Адиль Ширинов, глава Ульяновского автозавода. Из его слов следует, что даже нынешние, то есть совсем небольшие объёмы выпуска этих машин приносят компании прибыль. Но естественное замещение более современными продуктами, которые нужны клиентам, конечно, будет происходить, добавил Ширинов. Также Адиль Ширинов анонсировал скорое появление нового турбодизеля на внедорожниках УАЗ. Это будет мотор китайской марки «Джак». Вдобавок автопромышленник предрёк внедрение шестиступенчатой механической коробки передач. Такая возможность появилась после того, как группа «Солерс», в которую входит УАЗ, начала производство коммерческих автомобилей «Джак» под маркой «Солерс». В настоящее время УАЗики оснащаются российскими двигателями «ЗМЗ» и китайскими коробками «Баик». Это будет как минимум третья серьёзная попытка перевести патриот на тяжёлое топливо. До этого модель примеряла дизельные движки «ФИАТ» и «ЗМЗ», но по разным причинам выпуск этих модификаций пришлось сворачивать.